17.00 в Москве. Время новостей на лайфе. Впрочем, как и всегда, продолжаем рассказывать вам только о самом интересном и самом главном. Начнем, пожалуй, с голых и, как выяснилось, несмешных студентов из Кемеровского госуниверситета. Их собираются наказать. Именно к этой мере призвал уполномоченным по правам учащихся Артем Хромов. Омбудсман считает, что такая выходка, а какая выходка вы сейчас увидите, она заслуживает наказания и порицания. Есть за что, по его словам. Итак, перед вами студенты исторического факультета Кемеровского университета. 22 человека, если мы их всех пересчитаем. У них особенное такое вот пикантное посвящение. Сначала шучная клятва, потом раздевание. Как видите, на молодых людях даже нижнего белья нет. Дело происходит, кстати, на базе отдыха в области. Организатор всего действия заметил, только после такого вот посвящения действительно можно считать себя настоящим студентом. Интересно, что как минимум одна из посвящающих, несовершеннолетняя эта девушка, ее зовут Маша, ей нет 18 лет, вот-вот исполнится. Отмечу, что пока об отчислении студентов, несмотря на скандал, речи не идет. Хотя меры наказания уже всячески предлагаются. Одновременно с этим полетели первые головы, скажем так, в кадровом составе. Есть некоторые перестановки. Декан исторического факультета, после того, как вскрылась вся эта эротическая история, Константин Юматов подал в отставку. Вместе с ним, собственно, собрал свои вещи зам по учебной работе Алексея Доменко. И с ним же зам по воспитательной работе Роман Селезнев. Казалось бы, вот на первый взгляд, все так чинно, прилично, благородно. Кемеровский госуниверситет – самое престижное учебное заведение в области. Оно и понятно, здесь обучаются почти 20 тысяч студентов. На 13 факультетах работает почти тысяча преподавателей разных специальностей. Конечно, это все в большинстве своем гуру, своего дела. Каждый из них с ученой степенью или званием. А еще универ выпускает газету «Статус ВО». Ну вот это уже, мягко говоря, сомнительно. Вообще, город Кемерово – это центр странных университетских забав, инициатив, называйте как хотите. Весной прошлого года завкафедры Кузбасского техунивера Наталья Демчук в случае прогула на Радоницу обязала студентов предоставить ей фотоотчет с могил умерших родственников. Прямо так и написала на странице ВКонтакте. Это при том, что на пропуск занятий на Радоницу у студентов была официальная, вполне себе причина, законной выходной. 21 апреля объявили красным днем календаря.